Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, представляю на ваше рассмотрение документы о воссоединении Республики Крым с Российской Федерацией, а именно проект федерального закона о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов и проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Историческое решение о воссоединении Крыма с Россией происходит на фоне трагических событий на Украине. В братской для России стране при поддержке извне совершен государственный переворот. По сей день там продолжается беззаконие, ежедневно фиксируются выходки национал-радикалов, антисемитов и прочих экстремистов, на которых опирается новая власть, реальные угрозы жизни и безопасности людей, повседневные случаи насилия, грубое и массовое нарушение прав человека на Украине, включая дискриминацию и преследование по признакам национальной принадлежности языка и политических убеждений, все это сделало существование Республики Крым в рамках украинского государства невозможным. Решение о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию основывается на свободном волеизъявлении многонационального народа Крыма в ходе референдума 16 марта сего года. Это решение соответствует международному праву, включая закрепленный в качестве цели ООН в ее уставе принцип суверенного равенства государств и права народов на самоопределение. По итогам референдума и на основании Декларации о независимости Республики Крым от 17 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав России. 18 марта президент Российской Федерации подписал указ о признании Республики Крым. В соответствии с федеральным конституционным законом о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации президент Путин уведомил Совет Федерации, Государственную Думу и правительство о предложении Республики Крым и подписал с этим государством представленный на ваше рассмотрение договор. Согласно установленной процедуре Конституционный суд России провел проверку договора на соответствие Конституции РФ и дал положительное заключение. Договор юридически закрепляет вступление Республики Крым в состав России, а также предусматривает образование новых субъектов Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Договор гарантирует всем народам, проживающим на территориях Республики Крым и города Севастополя право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. Договор дает право лицам, постоянно проживающим на территории Крыма, получить гражданство Российской Федерации, что означает право пользования всеми правами и привилегиями, связанными с этим статусом. Договор предусматривает введение со дня принятия Республики Крым в состав России и до 1 января 2015 года переходного периода, в течение которого будут решены вопросы, связанные с формированием новых органов государственной власти и интеграцией новых субъектов Федерации в правовую и финансовую систему России. Эти и многие другие вопросы более подробно урегулированы в проекте Федерального конституционного закона, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которые вносятся на ваше рассмотрение вместе с договором. От имени Президента Российской Федерации предлагаю Государственной Думе одобрить проект федерального закона от ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов и проект Федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Убежден, что принятие этих документов станет поворотным этапом в судьбе многонациональных народов Крыма и России, которые связаны между собой тесными узами исторической общности. Объединение этих народов в рамках единого государства будет способствовать их благополучию, процветанию и отвечает интересам России. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Викторович. Присаживайтесь, пожалуйста. Слово для... Закон о договорах. В какой степени он гарантирует и обеспечивает действенное выражение права многонационального народа Крыма на существование? Пожалуйста, Сергей Викторович. Ну, как если я правильно понял, вещь идет о праве на самоопределение. И об этом в последние дни много говорится. Право на самоопределение закреплено в качестве одной из важнейших целей Устава ООН. Там сформулирован принцип равенства, суверенное равенство государства и права народов на самоопределение. Этот принцип традиционно трактуется в международно-правовой практике как часть общего свода норм международного права, в числе которых есть и принцип территориальной целостности государства. Причем все эти принципы имеют равное значение. И о том, какое соотношение между территориальной целостностью и правом нации на самоопределение, можно узнать из... На эту тему были специальные дискуссии, дебаты. И в 1970 году была принята декларация ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Она была принята единогласно, считается с тех пор как бы сводом норм обычного права. Так вот, в соответствии с этой декларацией, на защиту своей территориальной целостности могут рассчитывать те государства, которые соблюдают в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеют правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории. Плюс власти должны в соответствии с тем же документом воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение. Что касается конкретно Крыма, ну вы знаете, что в прошлом его автономия неоднократно урезалась, вопреки воле крымчан. Ну а после вооруженного переворота были предприняты лицами, захватившими власть в Киеве, действия, которые еще больше ухудшили возможности крымчан на реализацию права на самоопределение в рамках украинского государства. И вы знаете, что режимом предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, попытки свержения законных властей, были организованы их уголовные преследования, ну и на фоне того, что творилось в Киеве, в западных областях Украины, что пытались сделать в юго-восточных областях Украины, крымчане приняли решение о том, что у них не осталось возможности реализовать свое право на самоопределение в рамках украинского государства. Тем более, что и политические постулаты, которые новые власти декларировали, давали на это больше, чем убедительные основания. Например, представитель МИД Украины, господин Перебиниц, заявил, что русские не являются коренным народом, этногенез которого связан с территорией Украины и не имеют права на самоопределение на украинской территории. По-моему, тут, в общем-то, и комментировать больше нечего. Так что крымчане приняли свое решение в полном соответствии с принципами, которые утверждены в ООН, и Российская Федерация признала независимость Крыма, а затем подписала с Крымом соответствующий договор о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию в полном соответствии с принципами международного права. Спасибо. Константин Сергеевич Субботин. Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, что будет с военно-морскими силами Украины, которые дислоцированы в Крыму? Спасибо. Знаете, это не совсем ко мне вопрос, но он уже достаточно широко и подробно освещался, в том числе президентом Российской Федерации, министром обороны Российской Федерации и непосредственно властями Республики Крым и города Севастополя. Всем военнослужащим Украины, находящимся на территории Крыма, предложено сделать свободный выбор, либо покинуть расположение своих частей, направиться на территорию Украины для прохождения там службы или занятий гражданскими делами, либо остаться в Крыму и продолжать служить на Черноморском флоте, но уже в Черноморском флоте Российской Федерации. Насколько я знаю, и можно об этом судить по многочисленным репортажам по телевидению, по радио, многие делают такой выбор в пользу того, чтобы остаться служить на Черноморском флоте Российской Федерации. Те, кто принимает иное решение, не испытывают каких-либо проблем с переездом из Крыма, им, как я слышал, власти Крыма даже оказывают материально-финансовые содействия, организационные содействия в том, чтобы все это прошло достойно. И жители Севастополя с уважением относятся к военнослужащим Украины, которые принимают то или иное решение. Спасибо. Николай Иванович Булаев. Уважаемый Сергей Викторович, прежде чем задать вопрос, просто констатация, за почти 14 лет работы в Думе, я не помню случаев, чтобы министра все фракции без исключения встречали столь дружными аплодисментами. На мой взгляд, это очень важное событие и оценка. Что касается вопроса, то понятно, он такой, о чем не говорят только ленивые, о санкциях. Как вы расцениваете введение санкций Соединенным Штатам Америки, другими государствами, Европейским Союзом? Как вы оценили последствия и вообще сам факт таких решений? Спасибо. Односторонние санкции никогда до добра не доводили, они нелегитимны, они не имеют международного правового основания под собой. Совет безопасности, он единственный орган, который может принимать решения о принудительных мерах в отношении современных государств. Он таких решений в отношении Российской Федерации, в отношении украинского руководства, представляемого президентом Януковичем, не принимал. Удивляет и, конечно, не только вот это вот пристрастие наших западных партнеров, которым они все больше увлекаются к односторонним мерам такого повелительного характера по отношению к другим странам, но и конкретные формы, в которых это негодование неправедное было обличено. Я даже не буду комментировать, все мы знаем, какие конкретно меры наши западные партнеры в этой ситуации предпринимают. И поскольку в качестве причины, но на самом деле предлога для введения санкций заявляется о решениях, которые были приняты по вхождению Крыма в состав Российской Федерации, хочу заметить, что обвиняют нас и крымчан в нарушении Конституции Украины, в нарушении международного права. Ну, про международное право я уже сказал, никаких нарушений здесь нет. И, кстати, Международный суд в своем решении от июля 2010 года сказал, что провозглашение независимости очень часто не отвечает нормам внутреннего законодательства государства, на территории которой происходит такое объявление о независимости. Но это не означает, что имеет место нарушение международного права. Но даже если говорить о Конституции Украины, то те люди, которые захватили власть в Киеве путем антиконституционного переворота, сделали это при очевидном поощрении, как минимум поощрении моральном, но не только, думаю, моральном, к такого рода действиям. И, растоптав закон для того, чтобы привести к власти своих ставленников, причем ставленников, которые опираются на откровенных ультранационалистов, и без них не могут руководить даже в Киеве, растоптав закон, повторю еще раз, обвинять потом в нарушении украинских законов нас и крымчан, ну, это и с правовой точки зрения абсолютно ничтожно, а с морально-этической, думаю, просто неприемлемым. Спасибо. Михаил Васильевич Бричак. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Викторович, Вы в своем выступлении уже сказали о том, что внесенный законопроект предусматривает распространение правовой и финансовой системы на территорию Республики Крым, города федерального значения Севастополь, а я бы хотел попросить Вас прокомментировать уровень социальных гарантий, блок социальных гарантий, которые жители Крыма и города федерального значения Севастополь получат в случае принятия этого обсуждаемого закона. Собственно говоря, ответ находится в самом законе, по-моему, статья 3, если я не ошибаюсь, говорит о том, что и уровень пенсии, социальных пособий, других социальных выплат, компенсаций не может быть ниже, чем он есть по состоянию на 21 февраля 2014 года. Есть также гарантия того, что пенсии не могут быть ниже того уровня, как, собственно, и весь социальный пакет. Но я уверен, что все знакомы с содержанием вчерашнего совещания у президента Российской Федерации с министрами правительства, где обсуждались и экономические, и транспортные, и инфраструктурные, но в том числе и социальные вопросы, связанные с процессом полного вхождения Крыма и города федерального значения Севастополя в Российскую Федерацию. И уже ясно, что те поручения, которые дал президент, они идут гораздо дальше, чем те лимиты, которые обозначены в законе. Я уверен, что все эти поручения будут выполняться с особым тщанием. Спасибо. Леонид Иванович Калашников. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Викторович, присоединяясь к профессиональной оценке вашей деятельности в эти месяцы, профессионально сдержанной и оценивая ее сегодня, как профессионально сдержанную на те эмоциональные заявления некоторых лиц, то об отмене нулевого варианта, то об отмене визовых соглашений, то ли о тех или иных выходах из СНГ. Я все-таки хотел бы уточнить вашу позицию относительно собственности Газпрома, по которой было заявление исполняющего обязанности министра юстиции. Тем более, что это отягощено уже некоторыми решениями и актами отношений собственности, как частной, так и государственной. Ну вот известная история с КАМАЗами, затем ритейлеры наши сворачивают работу. Все это может привести к каким-то последствиям, особенно в сфере государственной собственности. Как вы оцениваете это заявление? Спасибо. Безусловно, это будут противоправные действия. Замечу, что когда происходил развод в рамках Советского Союза, вся собственность, которая находилась на территории государств, объявивших свою независимость, оставалась у них. И этот принцип применим, на мой взгляд, к любой ситуации, когда в соответствии с международным правом, в соответствии со свободным волеизъявлением населения конкретной территории происходит объявление о независимости, и, соответственно, создается новое государство, которое потом свободно присоединяется к другому государству. Юристы и правоведы должны, конечно, рассмотреть все эти претензии украинских властей в деталях, но я думаю, что ни в чьих интересах начинать эту тяжбу. Собственность «Газпрома» — это негосударственная собственность и других наших хозяйствующих субъектов. И эта инициатива может повлечь за собой достаточно сложную цепную реакцию, от которой, я думаю, украинская сторона не выиграет. И к тому же у нас возникают, сохраняются серьезнейшие вопросы относительно легитимности тех людей, которые сейчас правят бал в Киеве, как вы знаете. И, выполняя поручения президента поддерживать контакт по повседневным вопросам экономического и иного свойства, которые необходимы для того, чтобы функционировали соответствующие экономические предприятия, инфраструктурные предприятия, мы все-таки хотим понять, кто конкретно будет представлять легитимную власть в Киеве. Для этого у нас есть свои предложения, как вы знаете, предложения, которые не содержат ничего нового по сравнению с тем, что тогдашние оппозиции, а нынешние руководители в Киеве обязались делать в соответствии с соглашением о 21 февраля. Прежде всего, конституционные реформы, которые учитывали бы интересы всех граждан Украины и всех регионов Украины. И только на этой основе формирование легитимных органов власти, как представительной, так и исполнительной, как в центре, так и во всех регионах. И мы убеждены, что только федерализация Украины позволит стабилизировать эту страну. Спасибо. Егор Игоревич Анисимов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению Украины о выходе из СНГ и какие возможны последствия? Вы знаете, ну, тут уже в предыдущем вопросе прозвучали и другие темы, которые сейчас озвучивают из Киева, включая введение визового режима. Один говорит, надо вводить, другой говорит, не надо вводить. А это член одной и той же коалиции, между прочим. Причем предлагают ввести визовый режим, как я понимаю, руководство Совета национальной безопасности, представляющая партию «Свобода», в отношении которой еще в декабре 2012 года, когда она впервые пробилась в украинский парламент, Европарламент принял специальную резолюцию, назвав ее расистской, антисемитской, ксенофобской и призвав все другие политические силы на Украине не сотрудничать со свободой, не вступать в ней в коалицию. Вот Яценюк, Кличко и их партии сделали ровно наоборот. Они вступили в коалицию со свободой, и то, что представители свободы из себя представляют, включая парламентариев, можно наблюдать ежедневно на телевизионных экранах. Это просто беспредел. Поэтому, если коалиция будет опираться на свою силовую составляющую, которая воплощается в партии «Свобода» при поддержке правого сектора, то, наверное, мы еще услышим немало таких экзотических заявлений. Но что касается конкретной СНГ, то Украина подписала договор о создании СНГ, но замечу, что Украина не подписала устав СНГ, но государство, соответственно, его и не ратифицировала. А когда в прошлые годы в ООН обсуждались резолюции о сотрудничестве международной СНГ, украинские представители не упускали возможности каждый раз подчеркивать, что они не признают международную правосубъектность СНГ. Но, тем не менее, исходя из доброй воли всех других участников СНГ, украинцы никогда не испытывали какой-либо дискриминации, полноправно участвовали в заседаниях различного уровня, в саммитах, подписывали многие договоры. Есть у нас прецедент с нашими грузинскими соседями, которые, заявив о выходе из СНГ, потом сказали, что мы выйдем, но не до конца. А в тех соглашениях, где нам выгодно сохранять свое участие, мы продолжим участвовать. Буквально сегодня или завтра в Минске будет заседание Совета постоянных представителей, где будет рассмотрена эта ситуация, пока еще не ясно, была ли официально подана заявка. В любом случае, в СНГ существует целый ряд договоров, включая договор о зоне свободной торговли, который, наверное, отвечает интересам всех наших народов. И, кстати, этот конкретный договор был разработан, подписан, ратифицирован по настоянию именно украинской стороны, еще при президенте Ющенко. И, собственно говоря, во многом этот договор и послужил причиной той ситуации, которая сложилась, потому что при соединении Украины к зоне свободной торговли с Евросоюзом отступала бы в противоречие с ее обязательствами по этому договору, что и было разъяснено. Ну и дальше вы знаете всю эту историю. Вот, поэтому мы, конечно, насильно никого не удержим в СНГ, но то, что этот шаг предпринимается, исходя не из коренных интересов украинского народа, не из коренных интересов украинской экономики, украинской социальной сферы, а только для того, чтобы предпринять еще одну антироссийскую акцию в чисто таком пропагандистском ключе, для меня лично сомнений не вызывает. Спасибо. Ирина Викторовна Белых. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Викторович, в общественном сознании так или иначе существуют вопросы. Сегодня дважды вы поясняли о соответствии международному праву про возглашение независимости Республики Крым. И если можно поподробнее, о соответствии международному праву заключения с Республикой Крым международного договора о присоединении к Российской Федерации. Спасибо. Право на самоопределение в полном соответствии с критериями, которые содержатся в декларации ООН 1970 года, Республика Крым приняла декларацию о независимости, был проведен референдум, в ходе которого уже в качестве независимого государства крымчане высказались за присоединение к России. И когда Крым был провозглашен независимым, два независимых государства, Российской Федерации и Республика Крым, реализовали свое право, воплощенное в Уставе ООН и опирающиеся на принцип, как я уже сказал, принцип суверенного равенства государства. Два суверенного государства приняли суверенные решения, которые касаются их двоих и их народов. Поэтому здесь нет никаких подводных камней, никаких возможностей трактовать это как-то иначе. Спасибо. Александр Георгиевич Тарновский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос к министру. Уважаемый Сергей Викторович, прошу Вас прокомментировать ситуацию, связанную с порядком прохождения военной службы лиц, призванных в армию, на территории Республики Крыма, города федерального значения Севастополь. Спасибо. Это тоже очень достаточно простой вопрос. В соответствии с законом, который выносится президентом на Ваше рассмотрение, лица, которые находятся сейчас на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, будут призываться и служить будут на территории Крыма и Севастополя. До 2016 года эта практика будет действовать. У меня нет каких-либо пространных заявлений. Я благодарю все фракции, всех депутатов за поддержку инициативы президента Российской Федерации. Хочу сказать, что сегодня звучало немало, может быть, неоднозначных предложений, оценок, они не во всем совпадали, в том числе в отношении Украины. Хочу подтвердить со всей ответственностью, что линия Российской Федерации и в отношении Крыма, и в отношении нашей твердой приверженности развитию дружеских отношений с нашими украинскими братьями, включая содействие в преодолении нынешних трагических страниц своей истории, была изложена предельно четко в обращении президента от 18 марта, президента как главы государства, определяющего в том числе его внешнюю политику. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Сергей Викторович.